Вот прожили мы еще одни святки. Так у нас жизни православных от праздника к празднику, от поста к посту, год распределил очень мудро и интересно, несоскуческо, что называлось. Вот эти дни, эти праздничные дни святки, вроде бы закончились, а что дальше? Чем дальше жить будет? Кто-то сейчас будет ожидать начала Великого Поста. Вполне возможно, что уже и по посту кто-то соскучился. Это неплохо, хорошо, слава Богу. Надоел уже все мясо, молоко, брюки, точно. Иногда надо. Но нельзя только жить вот этими внешними проявлениями гнигиозности. Необходимо проститься, необходимо определенным образом обрушаться от постов. Ну вот, в этом ли заключается христианство и жизнь христианинства? Сегодня очень правильное, необходимое для осознания этого явления момент. Время. Время, когда Христос, уже крестившись от Иоанна в Иордане, что делает? Ну, восхищен. Мы вспоминали это. Восхищен он был в пустыне, с уровнями постился. А затем, вернувшись на Иордан, он все-таки, взяв учеников, пошел проповедовать. Когда узнал о том, что Иоанн был схвачен, пророк Иоанн, он шел и проповедовал. Он набирал себе учеников для проповеди. В общем-то, вот первая проповедь Христа, она немногим отличалась от проповеди Иоанна Христоска. Он тоже говорил о покаянии. Покайтесь, приблизитесь в Царство Небесное. Вроде бы, очень-очень сходно, очень похоже. Без этого, оказывается, невозможно ничего созидать. Без личного покоения. Для чего? Вот какова цель вообще? Знаем, цель пришествия Христова. Спасение людей от греха. А цель нашей жизни? Спасение греха. Созидание Царствия Небесного. В душе, мир, покой, Христос. Должен быть? Должен быть. А где? И как? Ведь вот первые, самые первые ученики Христа первым делали, после того, как он вошел на небо, уже после своего воскресения, что делали? Проповедовали. Не только покаяние, они проповедовали еще и Евангелие. Радуйтесь, Царство Небесное, вот пришло уже. И для многих оно точно пришло, это Царство Небесное. Радость. Спасение от греха пришла, и они это осознавали, ощущали, они это понимали? Ну а теперь подумаем о себе. Радость праздника была? Была, несомненно. Радость того, что праздник, Рождество, Крещение, Дух Святой в этой Церкви пребывает. Да каким образом? Каждый день в один и тот же день. Каждый год в один и тот же день. Освящает Бог Дух Святой. Не радость? Конечно, радость. Мы к этому причастны, к этой радости. Как несем? Как проповедуем? Что? Какие механизмы в нас действуют так, чтобы сказать себе, да, я христианин? Да, ведь очень многие стесняются. Ну кто-то уже научился, мимо, идя, или на машине, на автобусе, ездить мимо храма, перекреститься. Но ведь не все. Но этого же мало, только перекреститься. Идя, или на транспорте ездить, вот, в транспорт. Нет, это же мало перекреститься. Если тебя распирает радость, она в тебе так многое, так многое, ей должно поделиться. Чем занимались первые христиане? Они проповедовали. Чем занимаются мылечные христиане? Как бы никто не подумал обо мне, что я сумасшедший. Надо ведь так себя вести, чтобы не выделяться, чтобы не осудили. А вдруг кого-то искушать. Еще и так скажут. В ресторан сходили и не перекрестились. Почему? Там курить можно, а помолиться нельзя? Это почему? Почему нельзя в автобусе, когда ты едешь, когда ты начинаешь свой ход, перекреститься? Ведь многие сейчас не делают замечаний даже молодым людям, которые начинают ругаться. Не стесняются они делать зло. А многие стесняются делать добро. Приходят в гости. Ну, нет, без гостей, конечно, могут очень многие и помолиться, и перекреститься. А вот в гостях. Или в гости у тебя. А это как? А вдруг меня неправильно поймут? Ты что, был Христос вообще или нет? Вот в этом празднике ты его встретил, ты понял, что он к тебе приходил. Ты этим хотел бы поделиться вообще с кем-то? Нельзя. Невозможно свечу утаить под спудом, говорит Господь. Ну, там, под кроватью. Под столом. Если это свет, то он должен быть вон как высоко. Как паникадилы, как эти лампы. Должен высоко светить. Если действительно он в тебе есть, он должен светить. Почему мы не светимся? Почему в нас нет этого света проповеди? Знаете, ведь это проблема не только, скажем, в суды где. У нас сейчас это приходит. Вообще в церкви. Знаете, почему сейчас мусульмане проповедуют? Ну, они по-своему, конечно, там, стреляют, убивают, распаривают животы женщинам. У них такая проблема. Но они же, они же ведь борются против западной цивилизации таким образом. Они отстаивают нравственность. А как мы ее отставим? Как мы проповедуем Христа? Вообще желаем вообще это делать? Знаете, почему у нас не так много мужчин в храме? Нет желания проповеди. Нет желания спасения мира. Мира. Вот себя, себя лично, можно спасти отдельно от всего мира. У нас были святые, которые уходили в пустынные места, в леса, в болота, для того, чтобы Бога найти. А мир к ним тянулся. И они оттуда мир. Мир просвещали, Бога проповедовали. Но были такие. И были такие, которые шли в самые-самые страшные злачные места для того, чтобы спасти тех людей, которые там находились. Вот сочетать можно оказывается. Христос показал, как можно это сочетать. Ночью молился один, когда ему надо было одному. Молился и со всеми, и проповедовал, и шел. Кому? Кому шел? С кем обедал? С кем трапезу свою разделял? В какие города заходил? Это же кошмар какой-то, можно сказать. Люди, многие его осуждали за то, что он с грешниками ест, пьет, обедает. Входит в общение с теми, даже тень которых могла осквернить правоверного иудея. А он с ними разговаривал. Это как? Да для чего? Почему? Да потому, что нельзя быть оскорбленным в правде, в чистоте. В чистоте грязь не пристанет, если она не лицемерна, если она честна. Если она право исповедует Бога. Если себя, если свою гордыню, то да, то будет оскорблена точно. Любая ложь и лукавство, оно так в конце концов и выходит. Богу и человеку. Осуждением от людей. Даже потом, когда его не обязательно разоблачат, а просто в душе он может себя укорить. А вот правда нет, она никогда не осудится. Она всегда будет правдой. Если даже ее мир будет осуждать, она в общем-то восторжествует. Мы забываем очень часто, что перед нами очень важная задача. Важная, как бы сказали, миссия. Сейчас это слово заезжено по часу, но это так. Задача, миссия. У нас она есть. Потому что у нас есть Христос. И Он между нами. Он здесь. И Он ждет. Что и мы тоже, наполнившись Его тропами, Его словом, Его логосом, не сохраним Его в себе, как тот неразумный, взявший один талант и сохранивший его. А вот как те, которые приумножили талант. Приумножить. Раздать. Если ты имеешь, отдавать. И тогда тебе дастся, умножится у тебя. Если ты думаешь, что ты имеешь и пытаешься это сохранить, то это у тебя отберется. Вот необходимо эти, не просто понятия, как бы знать, умом, философией. Этим надо начать жить. Начать надо жить. Пропугу Христа. Нельзя ее не употребить. Да поможет нам Господь. Да поможет нам Господь. Все и быть честными, сохраняя смирение, кротостерпение. И, ну, где-то даже силу да предаст нам Дух Святой и Святая Троица. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Дух Святой и Святой Троица. Субтитры создавал DimaTorzok